Владельцы казахстанских птицеводов Казахстана В Союзе птицеводов говорят, проблема в том, что вагоны отправляют за рубеж. Их попросту не хватает для внутреннего обеспечения. Специалисты говорят, нехватку какого-либо макроэлемента из рациона птицы переносят с трудом. Качество мяса может снизиться, а несушки перестанут давать яйца. На восстановление может уйти несколько месяцев. Предприятия могут уйти в минус, а цены на продукцию взлететь. Аналогичная проблема и у производителей масла не хватает вагонов для транспортировки. Речь идет о 310 крытых вагонах с верхними люками и 55 для перевозки бутилированного подсолнечного масла. Ситуация может привести к снижению производства или остановке производственных мощностей этого социально значимого товара. В Костемиртранс говорят, повышенный спрос на их вагоны вызван тем, что тарифы на перевозки у них ниже, чем у конкурентов. Поэтому наблюдается дефицит парковагонов в их компании, но есть и другие перевозчики. Все вагоны, пригодные для перевозки пищевых продуктов, были направлены на северные регионы для вывоза продуктов перемола. Отправители таких грузов, как Шрот, Жмых, требуют крытые вагоны с верхними загрузочными люками. Вагонов с такими характеристиками Костемиртранс менее 500 единиц и они дислоцированы по всему Казахстану. Представители ассоциации говорят, другие перевозчики подняли свои тарифы и пользоваться их услугами значит повысить цену на продукцию. Исход один. Если ситуация не изменится, в стране может назреть продовольственная проблема.